...замеченного на 2 июля этого года. Напомню, в прошлом году студия Paramount Pictures объявила дату премьеры двух сиквелов фильмов, которые запустят франшизу, с нуля рассказав историю войны между человечеством и вышедшим из-под контроля глобальным искусственным интеллектом. Шестая картина выйдет на экраны 19 мая 2017, 7-я, 29 июня 2018. Дарья Левченко, служба информации, Спорт.ФМ. 4 балла на дорогах города Москвы. Интернет-портал Яндекс.Пробки говорит нам, что местами затруднений. Вот самые крупные из них. 48 минут на третьем транспортном кольце на внутренней стороне от Кутузы до Савеловской эстакады потеряете. 44 минут на МКАД на внутренней стороне от шоссе энтузиастов до Рязанки. И, соответственно, еще одна пробка длиной чуть больше получаса на Кутузовском проспекте, улица Новый Арбат от улицы Дунаевского до Никитского бульвара. Откровенный разговор о спорте. Фан-зона на Спорт.ФМ. Программа Фан-зона на Спорт.ФМ продолжается. Меня зовут Роман Щерба. В этой студии появляется Эдуард Каневский, индивидуальный тренер. Тренер по фитнесу, по бодибилдингу, телерадиоведущий. Эдуард, здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня узконаправленная тема. Мы сегодня худеем вместе с вами. Нам, наверное, в меньшей степени, да, мы люди тренированные, накаченные. Поэтому те, у кого есть проблемы с лишним весом, пожалуйста, к нам в эфир. Мы сегодня попробуем, наверное, даже какой-то комплекс упражнений специальный, да, разработать для тех, у кого есть недостатки. И те, кто с этими недостатками не хочет дальше мириться и жить. 2-7-6-1-9-3-2, 2-7-6-0-9-3-2, по коду Москвы-4-9-5. Это те самые телефоны прямого эфира, по которым вы можете дозвониться и задать свой вопрос. Эдуардос, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Конечно же, он работает. Конечно же, мы за ним следим. И страницы фан-зоны в социальной сети ВКонтакте. Здесь нас уже знают, нас приветствуют. Павел Аксенов полил ческейк карамелью, сделал кофе с кремом. Слушаю вас, мистер тренер. Готов худеть. Мистер тренер, да. Отлично. Дальше мем, ну давай расскажи мне, да. Удовольное лицо одного из актеров. Так, что еще по поводу нашей темы? Так, про Дашу торт рассказываю. Ну понятно, что у людей есть вопросы, которые сейчас возникли перед тем, как мы с вами вышли в эфир по поводу похудения. Давай начнем все-таки с проблем. Реально, есть ли такая проблема в нашей стране конкретно? Как ожирение? Да. Ну безусловно. Конечно, мы не самая толстая страна в мире, но людей... Часто, часто приходится видеть в фитнес-залах людей уже подкачанных, уже в нормальной форме. И очень редко вижу людей в залах, да, ну когда там мимо прохожу, с лишним весом. Как правило, все-таки в фитнес-клубах, и вообще, кстати говоря, процентов 70 людей, которые приходят в фитнес-клуб, они приходят именно с целью снижения жировой массы тела. Это основная проблема, и это хорошо можно наблюдать в вечерние часы пик, так называемые прайм-тайм, когда на кардиотренажеры очереди по три, по четыре человека. И люди занимаются в кардиозоне часами. То же самое касается и групповых уроков, которые непосредственно аэробной направленности. Реально тренированных людей, вот которые вот только вот пришел, первый раз я вижу в нашем клубе, единица объективно. Ну, все-таки, наверное, речь идет о тех людях, о которых ты сейчас рассказываешь, с незначительным превышением жировой массы. Ну, я думаю, что у меня нет конкретной статистики, но ожирение первой степени... А это какое? Ожирение первой степени считается, когда процент на соотношении жировой массы тела к общей массе тела составляет больше 20%. А как это можно посчитать? Это делается очень просто. Есть такой метод, он называется калиперметрия. Измеряется подкожно-жировая клетчатка в трех областях. Это подвздошная область, это бедро и это трицепс. Специальными такими щипчиками еще один прибор используется, и он показывает, какой процент жировой массы тела есть у человека. У мужчин это, соответственно, больше 20, это уже ожирение. Просто у женщин есть определенный уровень жира, который нужно сохранить, иначе у них начинаются проблемы с менструациями, что не очень хорошо. Но в любом случае, все, что больше 20, это уже ожирение первой степени. А вот та формула, о которой я знал когда-то, она имеет право на жизнь, там, рост, вес. Объективно, если мы берем фитнес-показатели, вот по таким, ну, немножко грубо, потому что у всех есть свои индивидуальные антропометрические особенности. Вот в идеале, в идеале для фитнеса вес мужчину должен быть рост минус 100. То есть если 175, значит 75. Совершенно верно, да. А если речь идет о мышечной массе, то даже может быть минус 90. То есть это тогда хорошо, да. То есть если вес 85. У женщин минус 110, минус 115. Рост. То есть 110, 115. То есть если девушка роста метр шестьдесят, то пятьдесят килограммов для нее весит совершенно нормально. Гораздо хуже, если она весит уже 40. Да, это уже, я бы сказал, ближе к истощению. И гораздо хуже, наоборот, если она весит там 60, 70, 80 килограммов. Это уже откровенное ожирение. Но я думаю, что стоит сначала окунуться не в этимологию проблемы, а в понятной этимологии, что это, прежде всего, питание, гиподинамии и так далее. А что же делать, да? Да, да, да. Потому что как раз вот многие люди, в частности девушки, мечтают убрать тельные области. Это очень всегда забавно наблюдать. У нас вот зал очень большой. Вот они выходят из раздевалки. И прямо перед раздевалкой у нас стоит тренажер для ягодиц. Они тихонечко садятся на эти тренажеры. Там три подхода сделали и уплыли обратно в раздевалку. Во-первых, нужно запомнить раз и навсегда такое правило. Жир локально не горит. Ни одно локальное воздействие, к сожалению, не уберет жир из той или иной области. Жир всегда горит в общем. Так вот, что нужно сделать? Запомните, что для снижения жировой массы тела актуальны только кардио или аэробные нагрузки. Полноценная кардио-сессия с целью снижения жировой массы тела длится не менее 45 минут. И теперь самый главный вопрос. Как понять, правильно ли я занимаюсь? Существует такое понятие, как зона сжигания жира или кардиорежим. Высчитывается очень просто. Берете эталонный показатель 220. И вычитаете из него свой возраст. Пока округлим, да, допустим, человеку 20 лет. Ну, ожирение уже. 20 лет ожирения не бывает. Всякое же бывает. Вычитаем. Получается цифра 200. Вот из этой цифры мы берем процент от 60 до 80. То есть от 120 до 160. Что это? Это пульс. Имеется в виду, да, что это частота сердечных сокращений. Так вот, эта зона от 120 до 160 – это так называемая зона сжигания жира. То есть режим, при котором организм наиболее безопасно, эффективно, с одной стороны, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а с другой, быстрее и эффективнее в качестве источника энергии для работающих мышц, использует подкожную жировую клетчатку. То есть для такого человека оптимальная зона где-то 140-145 ударов в минуту, должен быть пульс во время всей кардиосессии. Вот тогда вы будете худеть. Нужно понимать, что жировая масса тела, в отличие от углеводов, да, у нас же есть еще углеводы, как источник энергии, горит достаточно долго. Почему? Потому что 1 грамм углеводов – это 4 килокалории, а 1 грамм жира – это 9 килокалорий. Вот поэтому рассчитывать на быстрый результат не стоит. И сразу вопросы пошли по поводу животов. Это, конечно же, мужчин больше интересует, чем женщин. Ну, женщин в том числе, но мужчины пишут, а можно ли сжечь жир на животе, чисто качая пресс, не совершая пробежек, не сильно потерял одним словом? Ну, тут важно понимать, что вот как и при наборе мышечной массы и как при снижении жировой массы тела, в любом случае, 70% результата – это питание. Нет, ну, это очевидная вещь. Да, очевидная вещь. Мы о питании уже много говорили, что изначально, чтобы начать заниматься чем-либо, вы должны нормализовать свой рацион. Еще часто бывают вопросы, когда человек реально толстый, да, у него. То есть не только живот, не только бедр. У него, может быть, уже руки начинают толстеть. И вот они приходят, уже начинают живот бомбить. Они мечтают убрать живот. Вот поймите, что у всех свои есть генетические особенности. Как правило, у мужчин жир начинает скапливаться в брюшной полости, и потом, когда его там уже много, он начинает распределяться по телу. У женщин это живот и бедра. Так вот, то, что первым толстело, то будет худеть в самый последний момент. То есть жир должен уйти, вернуться на центральный склад, как я это называю. То есть сначала центральный склад, потом пошел по регионам. Поэтому жир локально не говорит. Скачай пресс, скачай ту или иную область, вы улучшаете питание тканей, что в сочетании с кардио-тренировками, естественно, усилит эффект. Бузяка как арбузяка, как дома накачать пресс. Что значит накачать пресс? Если вы делаете дома три подхода по 30 повторений, ваша прямая мышца живота, она в тонусе. Но если у вас сверху эта прямая мышца живота, вот, арбузяка, то без диеты и кардио-тренировки... То есть она накачается внутри там где-то, если вы будете качать. Да, да, да. Как я делаю жир, который все это скрывает. Да, вот эта старая добрая шутка. Ну, дома это возможно на какие-то вот упражнения специальные? Допустим, если мы не берем... Понятное дело, что человек, когда находится в тонусе и форме, ему все равно, что делать дома. Хочешь сделать то, хочешь сделать это. Если человек хочет, пытается походить в домашних условиях, можно пробовать, в принципе, круговые тренировки с собственным весом. Ну, например, вы делаете 20 приседаний в быстром ритме, затем сразу же делаете 20 отжиманий, затем 20 или 30 подъемов на пресс. Если у вас есть там утюги, гантели небольшие или еще что-нибудь. Делаете, например, разведение на дельтовидные мышцы. Этих комплексов очень много в интернете. И делаете таких 3-4 круга. Это очень хорошее подспорье при отсутствии физических нагрузок, потому что круговые тренировки, они настолько сильно разгоняют метаболизм, настолько сильно усиливают расход калорий, что можно применять именно в домашних условиях. Эдуард Каневский, фитнес-тренер, тренер по бодибилдингу, телерадиоведущий в этой студии находится. Вы можете позвонить в прямой эфир, задать вас интересующий вопрос по поводу того, как правильно подойти с лишним весом к тренировкам в фитнес-клубе, либо, может быть, самостоятельно. Телефон прямого эфира 2761932, 2760932 по коду Москвы 495. СМС-портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт» и страничка фан-зоны социальной сети ВКонтакте. Тут нас нещадно критикуют за формулу минус 100, да, у мужчин, и минус 110-115 у женщин, да, рост вес. Ну, мне кажется, что... Обоснуйте, пожалуйста. Да, обоснуйте тогда, почему... Критиковать все любят. Мин Андерсон обыграл американца Стива Джонсона и в четвертьфинале сразится с сербом Виктором Троицки. На этом пока все. Роман Мазуров, Служба информации. Самые важные спортивные события на «Спортах». Ну что же, продолжаем мы говорить про живот. Зарубились вы на этой теме. Хорошо, наверное, давайте на ней остановимся, как главная проблема, да, и у мужчин, и у женщин. Эдуард Каневский, индивидуальный фитнес-тренер, тренер по бодибилдингу, телерадиоведущий. Пожалуйста, в этой студии можете задавать ему вопросы по телефону прямого эфира 276-1932, 276-0932, по коду Москвы 495, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт». Волгоград спрашивает, Игорь, скажите, пожалуйста, как правильно заниматься на эллипсоиде в домашних условиях, убирая живот? Ну, эллипсоид, как и любой другой вид кардиооборудования, там, собственно, особенность в том, что фиксирована амплитуда. Амплитуда, кстати, достаточно большая, и в отличие, допустим, от велотренажеров на эллипсоиде можно подключать руки. На любом кардиооборудовании... Эллипсоиде, которое вот... Ну, лыжи еще называют, да, на самом деле, да, там по эллиптической такой амплитуде движется нога. На эллипсоиде нужно заниматься, как и на любом другом виде кардиооборудования, исключительно по пульсу, в той зоне сжигания жира, которую вам высчитал либо компьютер, либо вы высчитываете по формуле 220 минус возраст. А если у меня формула... В смысле, пульс 90-110 регулярно на велотренажере. Нет, на велотренажере. Значит, нагрузки недостаточно. Очень важный момент. Сердечно-сосудистая система и пульс, это, в принципе, как спидометр, да, у машины. Если вы двигаетесь в определенной зоне, вас и не оштрафуют, вы никому не мешаетесь. Но есть категория граждан, например, с гипертонической болезнью, которые тоже хотят похудеть, но им кардиологи часто прописывают такие препараты, как бета-блокаторы. Они не дают сердцу превышать определенную частоту. Вот для таких людей зона жигания жира неактуальна. Просто они не смогут ее добиться. Они будут скакать, нестись, умирать. Ну, они потеть. Но пульс будет стоять на месте. Поэтому таким людям, естественно, нужно, прежде всего, проконсультироваться у собственных кардиологов. Кстати, по поводу выбора кардиооборудования. Вот здесь очень интересно. Эдуард, вообще надо рассказать, что такое кардио-тренировка. Вот Ваня Ванисовна не знает. Ну, к истокам. Вернем, ну, прям к ротине. Да, я понял. Вообще, что такое кардио? От латинского корр – это сердце. Сердце. Кардио-тренировка – это может быть любой вид, на самом деле, двигательной аэробной активности от обычного бега и скакалки. Даже тот же бокс отчасти является кардио-тренировкой. Кардио-тренировка – это тренировка, направленная на укрепление и поддержание в хорошем гигиеничном состоянии сердечно-сосудистой системы. Следствием кардио-тренировок является снижение жировой массы тела. Почему ее еще называют аэробикой? Потому что аэрокислород – сильнейший окислитель. Соответственно, он расщепляет жиры с целью выделения энергии. Так вот, если вы занимаетесь в кардио-зоне, то есть в фитнес-клубе, где есть велосипеды, эллиптические тренажеры, степперы, беговые дорожки, я, например, категорически против беговых дорожек по двум причинам. Во-первых, у дорожки есть, и, наверное, Роман, вы даже об этом не задумывались, очень серьезный минус. Беговая дорожка протягивает ногу назад за вас. То есть единственное движение, которое вы делаете ногой – это вперед. По сути, минус 50% нагрузки. Единственное, что компенсировать такой недостаток можно за счет увеличения угла наклона. Но тогда могут забиваться, например, икры. Более того, на беговых дорожках нельзя... Ну, люди, которые приходят в фитнес-клубы с избыточным весом, у них больная спина часто, больные колени, им бегать при сцепе нельзя. В данном случае самый эффективный и безопасный тренажер – это эллиптический. Но еще бывают, например, люди с проблемой варикозная болезнь. Вот, вот, Николай Челябинск. Имеется наследственный варикоз на ногах. Кроме таблеток и крема физическая нагрузка поможет? Если да, то какая? Так вот, если человек хочет похудеть, то ему нужен велотренажер с горизонтальной посадкой. То есть, чтобы ноги были в горизонтале. Это снимает нагрузку с вен, венок. И тем самым человек вот в этой же зоне сжигания жира совершенно спокойно может выполнить свою кардиосессию. Но еще данному клиенту, скажу так, актуален бассейн. Да, в данном случае он тоже будет разгружать ноги. Бег, эллиптический тренажер. И тем более степпер запрещен. Есть телефонные звонки. Максим, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вопрос такой. Вот я себе купил велотренажер. Занимаюсь в течение уже нескольких месяцев. Пульс показывает где-то 120-130. Ну, как бы пока... Каждый день по 9 километров, по 10-12 езжу. И пока что-то вообще никак. Никаких двигов не имеет. А скажите, пожалуйста, тренажер дорогой? Ну, ел тренажер. Дорогой? Сколько он стоит примерно? Ну, где-то в районе 10 тысяч. Но не очень дорогой. Угу. В этом ты видишь проблему. Спасибо, сейчас попробуем ответить на ваш вопрос Максим. Там, по-моему, был еще вопрос. Да? Уже нет вопроса. Я объясню, в чем дело. У недорогих кардиотренажеров вот эти вот наладонные кардиомониторы, они могут просто работать некорректно. И если у человека реальная цель, он хочет заниматься по науке, тогда я рекомендую потратить еще 3-4 тысячи и приобрести так называемый индивидуальный кардиомонитор. Что это такое? Это такой ремень, который надевают на грудную клетку в районе солнечного сплетения, и через и передатчик. Вот они корректно показывают ваш пульс. С одной стороны. С другой стороны, если все-таки ваш тренажер работает хорошо, возможно, вам просто недостаточно интенсивности. Но еще нужно смотреть, что и как вы кушаете после тренировки. Если вы после такой тренировки наедаетесь вафлями, эффекта, конечно, не будет. Не, ну, проблема питания априори. Нужно разбираться, да, сначала с питанием, а потом уже ставить перед собой цели. Но я очень рад за этого человека, что он использует тренажер, да, по крайней мере. Потому что, как правило, когда меня клиенты спрашивают, какой тренажер купить, я сразу задаю вопрос, большой ли у тебя балкон. Потому что там он будет стоять примерно через 2-3 месяца. Да, да, здесь с этим утверждением соглашусь. Олег Солонников, щи, пюре с куриной котлетой, пол-литра кефира и булочка. От чего отказаться? От булочки. Да, от булочки. И после 6 спрашивают, говорят, что не надо есть, а если работают до 3 ночи, что есть? Вот это тоже один из таких вопросов, который уже до колики нервный такой меня доводит. Если вы не едите после 6, вы толстеете. Это вот если вкратце. Организм должен попадать в определенные стрессовые условия, но если при определенных стрессовых условиях он, например, может худеть, он может набирать мышечную массу, то при голодании он начинает толстеть. Это защитная реакция. Поэтому после 6 надо и нужно кушать, но просто уже давать предпочтение исключительно белковым продуктам. То есть продуктам, которые даже в избытке не будут провоцировать отложение подкожно-жировой клетчатки. Еще один телефонный звонок успеем принять. Эльдар, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Приятного эфира. И вот как раз таки, да, вот хочется про питание спросить, а в частности про всякие такие пищевые добавки. Как там всякие, ну, если мы берем там, грубо говоря, снижение вес, там, сжигатель жира там или еще что-то, чего-то. Вот сейчас, ну, скажем так, насколько наши препараты, да, лучше или хуже тех же американских, потому что, ну, сами знаете, что цены на них выросли просто нереально. Да, насколько, скажем так, вот эти вот рекомендуемые дозы, которые там пишут, соответствуют действительности. Как высчитать, ну, дозы, да, которые необходимо принимать человеку, и насколько это вообще необходимо. Вот, спасибо, удачи. Спасибо, Эльдар. На этом мы завершим минуту у тебя. Ну, я думаю, что в первую очередь речь шла об Элькарнитине, самый распространенный жиросжигатель. Он действительно работает, работает только когда вы находитесь в зоне сжигания жира и вы держите необходимое время по кардиосессии. Элькарнитин наши компании делают хорошие, но единственное, что вот качественный Элькарнитин делают именно для спортсменов. Да, у нас есть лаборатории, которые этим занимаются. К сожалению, лучше брать все-таки импортные аналоги, по той простой причине, что там настоящие дозировки. Норма Элькарнитина, она обычно дозирована, они прямо в таких ампулах продаются. Это полторы тысячи миллиграммов за 10-15 минут до тренировки. Все, все, время вышло. Эдуард Каневский, индивидуальный тренер, тренер по бодибилдингу, телерадиоведущий был в этой студии Спорт.ФМ. Надеюсь, что в скором времени он будет находиться не 20 минут с небольшим, а может быть чуть больше, потому что тем для обсуждения очень много. У вас очень много вопросов, насколько мы это можем судить и по смс-порталу, и по звонкам, и по страничке ВКонтакте. Фан-Зона вернется к вам завтра с 11 до 13, как всегда. Зацепила наша тема. Звони. 8-495-276-0932. Фан-Зона на Спорт.ФМ. Стоп! Тайский бокс – это уже не экзотика. Что такое муай-тай, знают буквально все и занимаются им по всему миру. Дошло это поветрие и до женщин. Четырехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Изотова. Вместе с нами в экстремальном парке на Спорт.ФМ. Сегодня после часа дня. Слушай спорт. Спорт.ФМ. Реклама. Навстречу 70-летию победы на Спорт.ФМ. Алексей Ванин – это одна из популярнейших фигур в советской массовой культуре первых послевоенных лет. Сибиряк родом с Алтая прошел почти всю войну в отряде снайперов, куда попал еще в 17 лет, приписав себе лишний год в метрике. Демобилизовавшись в 46-м, Ванин вернулся в родные края, где стал работать художником в клубе. В это же время до Сибири дошло модное веяние – спортивная борьба. Начав заниматься ею уже взрослым человеком, Алексей за два года прошел путь от новичка до сильнейшего атлета всей Сибири и был вызван в Москву тренироваться со сборной страны. В рекордные сроки Ванин стал мастером спорта. Схватки в его исполнении были образцовыми и зрелищными, и он собрал богатую коллекцию медалей чемпионата страны. Тогда же популярного спортсмена пригласили сыграть в кино. Готовился к съемкам фильм «Чемпион мира» и на главную роль был выбран обладавший безупречной техникой и красивым сложением Ванин. Картина стала настоящим...